В этом выпуске. Так обзор лучше. Токсичный геймплей. На любых дистанциях. Чудо-грызу. Гонку за позицией повыше продолжает карантин с очень своеобразным ховеркрафтом. Необычно в нём всё, начиная от нетипичного для летучих машин вооружения, а это пара крупнокалиберных орудий, и заканчивая их расположением на приличной высоте с помощью здоровенного столба. С такой длинной шеей наш жираф может легко закидывать снаряды глубоко в ряды противника или, не боясь ответок, вести огонь из-за укрытия. А для того, чтобы отдача не перевернула грациозное животное, сзади установлено несколько упоров. Интересное решение, позволяющее сохранить высокую подвижность и при этом получать все плюсы высоких крафтов. Браво! Автору ролика на счёт отправляется тысяча голды. Наши поздравления! Что вы знаете о токсичных игроках? Большинство сейчас подумало о грубиянах и интернет-тролях, провоцирующих окружающих и особо злостно вредящих команде. Но «Биг Булли» представляет совершенно новый вид токсичности. На этот раз она направлена на противников и в особенности ботов с мощными тачками. Прямо сейчас вы можете видеть, как наш герой везёт жертву к самому токсичному месту во всех пустошах — ядовитому озеру у заброшенной фабрики. Жертвуя собой он погружает врага в кислотную жижу, которая быстро начинает разъедать обоих ныряльщиков. Так, ценой одной из машин он помогает команде справиться с самим боссом рейдеров. Пример — достойные подражания. И тысячи золотых монет, конечно. Скоро зачислен. Управляемые ракеты многими игроками расцениваются исключительно как снайперское вооружение, не приспособленное для боёв на коротких дистанциях. Может, оно и так, но в правильных руках они способны на настоящие чудеса. И неважно, где находится цель — в паре метров или на другом конце карты. «Stray Shot One» как раз готов провести небольшой мастер-класс по закидыванию врагов турами. Он мастерски справляется с оппонентами, не оставляя им ни малейшего шанса. Смотрим и перенимаем опыт. Благодарим за такие показательные бои и награждаем победителя золотыми монетами. Спасибо! Каких только зверей не встретишь на наших постапокалиптических просторах. Тут вам и скалопендры размером с паровоз, и огнетышащие драконы, и электрические грызуны жёлтого цвета. Стоп. Погодите-ка. Электрогрызуны? Жёлтые? У меня тут родилась идея. Пора выкатывать из гаража тачку с гарпунами и капканами. Для чего? Конечно же, чтобы поймать их всех. Потом натренирую и буду выставлять в боях против других подобных зверьков. Здорово придумано, да? В любом случае, Сун Джун Ли, спасибо, что предупредил о новых жителях Пустошей. Будем собирать команду тренеров. Обязательно тебя позовём. А пока выдадим косарь золотых, чтобы исследования продолжались. Удачи! А теперь пора выбрать лучший комментарий к прошлому выпуску. Николай Чернов сказал, может быть, дружба и любовь действительно ключ к выживанию в Пустошах? Да нет, и просто бензин нанюхайся. Друзья, обращаем ваше внимание, что процесс зачисления золотых монет может занять до пяти рабочих дней. Каждую неделю мы отбираем четыре ролика победителя, которые поразят нас тем или иным способом. Будь то смех до колика в животе или упавшая челюсть от крутости происходящего. Хочешь попасть в наше шоу и выиграть бесплатного золотишка? Всё зависит только от тебя. Теперь давайте обозначим правила участия. Шаг первый. Запиши и смонтируй видео длиной до трёх минут, которое, как тебе кажется, достойно попадания к нам в программу. Внимание! Видео должно быть опубликовано впервые. Закрытые видео и видео с доступом по ссылкам мы не принимаем. Видео также не может нарушать авторских прав третьих лиц или компаний. Шаг второй. Подпишись на наш канал, а также поставь лайк этому видео. Шаг третий. Залей своё видео на YouTube и пришли нам ссылку на Crossout Show собакагайдин.ру, обязательно указав в письме название своего игрового аккаунта и электронную почту, привязанную к нему, чтобы мы могли зачислить твой приз в случае выигрыша. Каждую неделю мы награждаем четырёх победителей с суммой в тысячу золотых. А ещё мы отсыпаем по 300 золотых за лучший комментарий недели. Так что снимай, присылай, смотри и комментируй. До встречи через неделю! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok